Всем привет! Сегодня с вами я, Александра Витковская, фитнес-тренер, а также инструктор групповых программ. И сегодня я хочу вам показать тренировку на самую красивую и волнующую нас девушек часть тела – ягоди. Я не буду сегодня показывать вам тяжелые басовые упражнения, которые рассчитаны на увеличение объема ног и ягодиц. Я же покажу вам тренировку, которая удивит ваши мышцы и сделает из ваших ягодиц красивую, круглую, подтянутую форму. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, разминка. То есть берем любой кардиотренажер 5-7 минут, чтобы максимально проснуться, завести нашу сердечно-сосудистую систему, прогреть суставы. Одним словом, подготовить наше тело к дальнейшей тяжелой тренировке. Первый суперстеп рассчитан на шокирование наших квадрицепсов и ягодиц. Это будет пресет пружинка в смеси плюс запрыгивание на степ. Начнем. Мы ныряем под степ, ноги ставим шире плеч, носки в диагональ. Максимально приседаем вниз, пружиним 3 раза в нижней точке и с выдохом встаем при помощи ягодиц. Со вдохом мы уходим вниз, с выдохом встаем вниз. В верхней точке ни в коем случае не вставляем колени, то есть они остаются чуть согнутыми. Таких мы делаем 15 раз. Обязательно держим поясницу. И дышим. Вдох делаем через нос. Выдох делаем через рот. Чем дальше вы отводите ягодицы назад, тем больше они у вас работают. Закончили. И сразу после этого мы переходим на запрыгивание. Запрыгивать мы будем на степ-платформу в два приседа, то есть присед в верхней точке и присед в нижней точке. Также выдох на степ, вдох на пол. И последний. Итак, мы делаем 15 раз пружинка в присед с митой и 10 раз запрыгивание на степ-платформу. Если по каким-то причинам у вас нет возможности запрыгивать на степ, вы делаете просто присед с собственным весом на месте, но увеличиваете количество повторений до 20 раз. Итак, следующее упражнение – это жим ногами по одной ноге. Также хочу напомнить, что в данной тренировке мы не гонимся за весами. То есть это многоповторные упражнения, которые рассчитаны именно на рельефность и подтягивание наших мышц. Делаем жим ногами по одной ноге. В данном упражнении мы, опять же таки, затрагиваем ягодицу и все стороны бедра. То есть и квадрицы, и бицепсы, внутренняя и внешняя сторона. Ложимся, как всегда. Вернее, садимся, ставим ногу, стопу на середину платформы. Снимаем застечек. Тут вот у меня. Так. Со вдохом уносим колено как можно ближе к плечу. С выдохом выжимаем вверх, колено не вставляем. Вдох вниз, выдох вверх. Здесь очень важно опускать плавно, чтобы максимально растянуть ягодицу бедра и с выдохом толчком выжать, опять же таки, ягодицы и бедром вверх. Делаем 15 раз на каждую ногу. Выдох вверх, вдох вниз. Сразу заменяем ногу, выносим ее в дно. И точно так же. Обязательно следим за коленом. Ни в коем случае его не вставляем. Патри дня. Оп. Все. Так. Оп. Делаем это упражнение по 15 раз на каждую ногу 3 подхода. Так же, как и предыдущий суперсет. 3 подхода. Следующие скрестные выпады на месте. Это многоповторное упражнение. Рассчитано на максимальное растягивание ягодиц в нижней точке и в верхней точке сжатия. Берем обычный гриф, ничего не навешиваем. То есть, буквально 10-12 килограммов. И по 15 раз на каждую ногу. Со вдохом стараемся увести колено как можно вниз. С выдохом встаем вверх. Вдох. Выдох. Спину держим обязательно ровной. За прогибом в поясничном отделе. Оп. Пресс напряжен. Все максимально работает. Закончили? Закончили. Также хочу сказать, что на каждом упражнении обязательно фокусируйтесь на тех мышцах, над которыми вы работаете. Если тренировка рассчитана только на ягодичные, то старайтесь в каждом упражнении максимально прочувствовать именно ваши ягодицы. Ведра в любом упражнении, в приседе, в выпаде, в жиме ногами, они везде участвуют. Но акцент мы делаем, напоминаю, на ягодицы. Идемте дальше. Следующее упражнение. Румынская тяга с гантелями, опять с пружинкой. То есть мы берем гантели, небольшой вес, в данном случае я взяла по 8 килограммов. Становимся. Ноги, узкая постановка ног. Максимально сводим лопатки, прогибаемся в поясничном отделе, напрягаем пресс. Со вдохом пружинкой, тройкой уходим вниз. С выдохом встаем вверх, максимально сжимаем ягодицы. Вдох, выдох. У вас должна быть ощутимая пружинка. То есть наша задача максимально растянуть бицепс и бедер, творительно их утомить, а вверх вставать при помощи ягодицы. Вдох вниз, выдох вверх. И очень важно держать, в прогнутом состоянии пойти. Гантели проходят по ногам, то есть далеко их не отводим. И сильно-сильно сжимаем ягодицы вверху. Еще пять. Колени у нас сейчас согнуты, кстати. То есть мягкие. Последний. В данном упражнении, в чем фишка, за счет того, что мы максимально растягиваем бицепс и бедер в нижней точке, мы их предварительно утомляем и заставляем вставать вверх только при помощи ягодиц. То есть у нас поясница уже не работает, бицепс и бедер устали, и мы включаем работу наши ягодицы. Хорошо, идемте дальше на следующий суперсет. Следующее упражнение рассчитано только на проработку наших ягодиц. То есть в данном случае бедра у нас отдыхают, и мы затрагиваем малую, среднюю, большую ягодичную мышцу. Два упражнения на ягодицы массе. Сразу одеваем утяжелители. Для махов, конечно, постарайтесь брать утяжелители побольше. Несмотря на то, что это также многоповторное упражнение, все равно вы должны максимально прочувствовать ваши ягодицы до сжения, чтобы прям сгорели. Поэтому сразу одеваем. Сразу чувствуем нагрузку. Оп. Так. И начинаем с тренажера. Начинаем с тренажера. Становимся. Вес выбираем такой, чтобы у нас получилось сделать 15 повторений. Силой выжимаем назад. Со вдохом отводим ногу вперед. Выдох. И вдох. Напоминаю, 15 раз на каждую ногу. Опорное колено мы также не вставляем. То есть оно остается чуть согнутым. И сильно отводим ногу назад. Дотрагиваем ягодицу. И работаем. Выдох назад. Вдох вперед. Спина у нас тоже жесткая. То есть не сутулимся. Держимся ровно. Плечи расправлены. И вообще берем это за привычку. Всегда держать ровную спину. Тут же переходим на следующую ногу. Сменяем. Так. И работаем налево. Хорошо. После этого сразу идем на махи. Становимся на колени. Уходим на локти, чтобы максимально выключить поясницу, включить ягодицы. Мах делаем в потолок. И в сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. При этом колено не касается пола. Также 15 раз. 15 раз мах в тренажере. И 15 раз махи с утяжелителями. Меняем ногу. Вдох. 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 Постарайтесь продержаться до конца. И в конце вы прочувствуете, что ваши мышцы просто горят. Но, собственно говоря, то, что нам и нужно. Максимально их забить и проработать. Итак, последнее упражнение. Ягодичный мостик со статичной нагрузкой в верхней точке. В данном упражнении мы затрагиваем самые глубокие мышцы, которые, скажем так, образно в обычных упражнениях спят. Наша задача максимально сконцентрироваться в верхней точке, задержаться на 3 секунды. Со вдохом плавно уйти вниз, чтобы таз не касался пола. То есть мы в нижней точке максимально растягиваем ягодицы, в верхней точке максимально сжимаем. Это будет у нас последнее, поэтому собрались силами и добиваем. Сложимся. Итак, кладем гриф на начало тазобедренных косточек, придерживаем его руками и жмем в пятки. То есть носки здесь могут оставаться на весу. Ваша задача уйти полностью в пятки. В верхней точке максимально сжимаем ягодицы, держим 3 секунды. Со вдохом медленно, плавно опускаем вниз, таз остается на весу. Толчок вверх, 3 секунды задержки. Со вдохом плавно уходим вниз. Таких мы делаем тоже 15 повторений. Выдох вверх, вдох плавно, медленно вниз. Взох вверх, вдох вверх и Останавливаем! В конце вам должно быть уже очень-очень тяжело. Но ваша задача не ускоряться. Терпеть. До конца. Хорошо. На сегодня это все. В конце каждой тренировки обязательно растягивайте ваши мышцы, чтобы они были красивыми, стройными, эластичными. С вами была я, Александра. Подписывайтесь на канал ОКБОДИ, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте Алекса Фитнес. Также я вам всем желаю удачи, успехов, терпения, трудолюбия, желания работать над собой. Ведь с каждым разом вы становитесь все красивее, лучше, здоровее. И радуете не только себя, но и всех окружающих вас людей. Я желаю вам успехов и пусть все у вас получается.